Кровавая резня в воинской части. От рук одного военнослужащего погибли шесть сослуживцев. Прямо в расположении воинской части рано утром солдаты обнаружили тела трех человек. Начальника караула и двух стрелков. Двое были застрелены, один застрелен. В соседней комнате с тяжелой травмой головы был найден еще один стрелок. Выяснилось, что это дело рук помощника начальника отдела той же части, 25-летнего Максима Прокопенко. Он обманом проник в часть, убил караул, а затем угнал машину и отправился к друзьям в поисках своей жены. Дома расстрелял и их, а затем попытался убить и супругу. В итоге покончил с собой. В итоге получилось какое-то настоящее поле боя. Шестеро убито, супруга тяжело ранена, сам виновник тоже погиб. Вот как описывают произошедшие очевидцы. Вот где машина проходит, вот на этом месте лежал на дороге. Говорят, контракт никакой. Тут было с комендатурой, солдата цепили кругом. Цепи встали, никого не подпускали. Застрелил свою жену, а ребенок остался. И сам потом застрелил. Служил в Муроме. Там он кого-то порезал, потом тешу свекровую порезал. Встретились в армию, полюбили другом. Они квартиру продали свою, купили дом. Он залез в кредиты. А потом, наверное, нахренами много без денег. Если бы разводишь, подавили алименты. И все. Прям видно крышку из этого и поехала. Хороший мальчишка был, спокойный. Никогда я его ни пьяным не видела, ничего. Не бушевал никогда. Мы сами все удивляем. Вот он приезжал сюда к маме, когда он заходил к нам. Все полтихо, все спокойненько. С ребеночком все было хорошо. И жена тут рядышком стояла. Он всегда все говорил. Все нормально, все хорошо. Он никогда не жаловался, что у него какие-то проблемы. Я с ним не жила. Я живу одна дома. Я сама в обмороке. Оно тянется одно с другим. Тянется, тянется, тянется. И все. И все. Тут уже сначала с головой плохо, а потом уже. Жена Максима Прокопенко в тяжелом состоянии находится в реанимации. А их трехлетнюю дочку тоже поместили в больницу. Невроз у девочки. Стрессовое состояние такое. Она плакала, кричала. Она увидит, вот войдешь к ней, увидит. Она говорит, уходи, я тебя не хочу видеть. И все. Кстати, врачи и полиция сейчас ищут родственников ребенка. Пока ее мать в больнице, девочку отдадут кому-нибудь из родных. Но в связи с произошедшим было возбуждено два уголовных дела. По статье убийства двух и более лиц и по статье хищения оружия и кража. Но, скорее всего, эти дела закроют, так как виновника уже нет в живых.